Веселый и задорный лидер. Космонавтом и летчиком хотел стать, потом хотел стать музыкантом, хоккеистом, конструктором. У меня получалось, ну все, что я знаю, с математикой, геометрией, алгебра, получалась химия, получалось, когда уже стал изучать английский, английский стал получаться. Но, конечно, никогда не хотелось сделать домашнее задание или контурные карты рисовать. Надо сказать, что из всех музыкальных видов искусств, самый, как бы, такой и серьезный, и, с другой стороны, полный свободный, абсолютный. Ну, а джазин, я говорил, мой отец, я с ним спорил, говорю, конечно, послушал лучше рок-музыку, послушал дипепл. Вот это, говорю, вообще настоящая энергетика и все остальное. Но потом, когда я стал заниматься уже на саксофоне, когда я услышал по-настоящему джазовую музыку, ее различные виды, ее различные стили, то я понял, что да, вот это то, что я хочу играть. Ну, уверенность в том, что мне уже отступать некуда. Вот это мне дает уверенность. Мы сейчас будем выходить опять. Каждый раз у нас судебный процесс, люди нас судят. Но, с другой стороны, люди пришли и хотят получить эмоции. Если они пришли на концерт, на спектакль, на какое-то представление, они хотят получить эмоции. Мы должны эти эмоции через нашу музыку им передать. Поэтому мы, как бы, и уверены, потому что мы этим занимаемся, мы репетируем, оттачиваем. Если это музыкант джазовый, я бы, конечно, ему посоветовал изучать ту музыку, найти людей, которые ему нравятся. Лучше, чтобы это был не один музыкант, чтобы человек знал стильно. Ему может нравиться современный саксофонист, молодой саксофонист, блестящий, очень виртуозный. Но надо узнать, откуда этот саксофонист произошел, откуда у него взялись эти интонации, почему он играет именно так. Помимо того, что у него есть талант, он знает всю историю музыки, как джазовой, так и академической, классической. Веселый, задорный лидер.